Ну что, всем привет! Даже не знаю, с чем начать. Ну, короче. Не все так печально, как в предыдущих видео. Все нормально. Машина уже на ходу, все нормально. На следующий день, как мы приехали, Алешка пошел, конечно, на работу, а вот отец поехал, в общем, вытащил он насос с автомобиля и поехал в общем, покупать шланг, который отлетал. Дело в том, что шланг был пластмассовый, когда мы автомобиль купили. Шланг был пластмассовый и его, видимо, туда уже, видимо, лазили предыдущие хозяева. И шланг к насосу подзадиняется пластиковый. И его, видимо, уже космофеном, вот этим, значит, строительным феном грели уже. И два раза вообще нежелательно греть его, этот шланг. Он пластмассовый, и он отлетел. То есть, еще, возможно, на дороге мы ехали, на такой не очень хороший. Вот. И слетел шланг. То есть, два раза он слетал. Мужчина, который нам на бабушке на ремонтировал, он нам тоже подогрел этим космофеном. Еще так сдалека отец говорит, что-то плоховато походу сделал. Ну ладно, может быть, нормально. В общем, как отец знал, в общем, шланг это слетел по дороге уже вот за 10 минут до дома. Слава Богу, все нормально. Отец шланг поменял. Купил новый, не стал этот заново делать. Купил новый. Купил родной фильтр. Там не родной фильтр стоял на бензонасосе или где-то. В общем, я подробности эти все конструкции не знаю. Но вот вроде бы я так все поняла. Вот. Заменили фильтр. Ну и еще там отдали где-то около 2000. С того на ремонт у нас ушло вот эти все поломки по дороге. 4000. Ладно, это все вышло. Узнали мы, вернее, это все, слава Богу, сейчас. Потому что ну, хорошо, что еще на такой дальний растарянник на расстоянии мы ехали. Мы узнали причину, да. А так бы ездили бы где-нибудь в лес бы, заехали бы. И все. Папы рядом нет, как бы. Вокруг людей нет. Эвакуатор только вызывать. Я уже там думала, ну все, придется эвакуатор вызывать. Я там уже тут напридумывала, конечно, в главе много чего. Но все нормально, благо это не такая серьезная поломка. Все сделали. И к тому же к этим пластиковым шлангам ну, где цепляется к насосу. Еще сделали хомутики. То есть, которые удерживают этот как раз насос. Все надежно. Отец сказал, все хорошо. Сейчас все как бы будет работать нормально. Так что нормально все. Вот. Сейчас Лешка меняет лампочки. Все еще какие-то заглушки там. В общем, надо обновить там лампочки. Некоторые перегорели. Ну, это мелочи жизни. Лампочки там 50 рублей. Вот. Нашел там какую-то штучку там не хватало. Под фару. Вот. Сегодня будет доделывать. И мы встали на учет. Поставить машину надо же в ГАИ на учет. Мы встали на очередь. Очередь двухнедельная. Представляете, две недели ждать. А мы как приехали сразу встали на очередь. И в начале сентября мы только можем поставить ее на учет. Вот. Две-три недели. Представляете, кошмар какой-то. Или из-за карантина. Вот. А пока вроде в связи с карантином продлили можно на старых номерах от предыдущего владельца ездить в течение месяца. Вот. Раньше было 10 дней. Сейчас из-за карантина вроде бы как продлили. Отец говорит. Вот. Сделали ОСАГО уже. в ОСАГО мы списаны вдвоем с Лешкой. Что можно было бы обоим ездить. И заплатили мы за ОСАГО 9 тысяч рублей. Страховка на этот автомобиль будет стоить 4300 что ли. Страховка, да. Но это придет только в следующем году и то за 4 месяца. Только в сентябре, октябрь, ноябрь, декабрь. Семного в сентябре поставим на учет. Вот. Ну и там химчистку я вот думала делать. Но сейчас осень-зима. Я думаю, наверное, нет смысла. Ну так вот можно так самим почистить эти кожаные сиденья. А химчистку я думаю, что лучше, наверное, в марте сдать в машину. Потому что все-таки осень-зима, меньше ездим. Ну не знаю, в общем подумаем. Что думаете, напишите. Но я, мне кажется, думаю, что лучше весной отдать на химчистку. Вот. Потому что впереди грязное время года. Это сентябрь-зима. Октябрь-найбрь-декабрь-декабрь. Зима там, январь-февраль. Вот. Ну и все. Пока все нормально. Как бы все работает. И не переживайте. Все отлично. Я как бы тоже сначала расстроилась и так далее. Но нет. А плац, который розовый, мы продали Тойоту. Вот. Все нормально. Как бы жалко, конечно, было. Первая машина все-таки как-никак. Любили мы ее. Вот. Очень сильно. Ну и эту тоже будем любить. Также, надеюсь. Вот. Так что пока так. Все нормально. Все работает. Все ездит, дай бог. Не знаю насчет того, говорят, что косячные. Ну, машина вроде Рено, типа не очень. Некоторые говорят, есть любители. Но не знаю. Поживем, увидим, как говорится. Почувствуем, потрогаем, пощупаем и сделаем выводы. Хорошая машина, нехорошая. Что тут рассуждать, да? По поводу почему новую не взяли. Ну, новую мы рассматривали. Мы смотрели в Рено, ходили в Ниссан. В Лада мы были в автосалоне. Еще в каком-то автосалоне мы были. А, Кио мы были. Кио Соренде, Кио Рио. Вот эти вот все продаются у нас автомобили, да. Там мы тоже были, но что-то ничего не запало. Что-то как-то, не знаю, пластик какой-то мне не понравился. Ну, вот сейчас же сборка вся российская с какого-то там года. Все эти автомобили российской сборки. Отец говорит, не берите российской сборки. Ну, как бы... Ну, я так походила, посмотрела, Лешка все склонялся к Ладе. Лада, с кроссом понравилась. Ну, а что-то мне так не понравилось. Ну, у нас внешне смотрится кузов ничего. А внутри я там села, ну, короче, как-то топорно выглядит все. Топором, такой пластик, как сапожный. Я не знаю, как объяснить, но мне не нравится материал. Это сугубо мое мнение, но мне кажется, нет. На советском автопроме, как-то, на российском автопроме, не знаю, как-то, ну, не лежит у меня дыша. В Рено, вот мы поездили, даже тест-драйв заказывали, Рено Калеус, а, нет, Калеус у нас, Рене Каптюр. Мы ездили Аркана, мне понравилось автомобиль, большой багажник. Мы рассматривали, чтобы она высокая была, большой багажник, вместительный был. Вот, это самое главное для нас было. Ну, и материалы были у меня, чтобы приятные были. Вот. Вот это у нас, у нас самое главное было. Ну, вот, Каптюр, я ездила, но он жестковат. На нем, как-то, ну, что-то, ну, не то. И пластик тоже, как-то все черное. Салон черный, все-таки хотел светленький. Вот. Поездили мы, посмотрели. По 3D на автомобиле, которые там стоят у них в автосалонах, смотрели, но там они все замызганные, мама дорогая, такие все зашарканные. Ну, что-то, ну, вообще, ну, никак вообще. Да, они там с отметками, там, где знают, где ремонтировалась, да, они там все рассказывают про них, но, ну, что-то, ну, как-то вот, ну, понимаете, вот смотришь на машину, ну, не лежит душа. Несколько мы вариантов на дроме смотрели, встречались с людьми, смотрели, очень долго мы выбирали. Здесь мы в Лану да ничего не нашли. Ну, как бы вот, Outlander нам понравился, вроде бы как, вот, комплектация, то, что есть, багажник большой, откидывается там, типа столика, люки там, вот это все, вот это вот, пластик вроде бы ничего, большие там, два, два бардачка, кожные сидения, вроде бы нам все это понравилось и в Иркутск ехали тоже, думаем, сейчас найдем тоже Outlander какой-нибудь, смотрели вариант, красный с бежевым салоном, но там ГБО стояло, газовый баллон, ну, что-то, знаете, что проходишь мимо одной машины какой-то и все, она западает в душу тебе, и все. Вот это так же с Рено, колеус у нас случилось, вот, она просто появилась в воскресенье в Иркутске, опять в субботу ездили по рынкам и в воскресенье вот пришли и она там стоит первый день и вот как-то вот, как-то вот на нее прям глаз упал, не знаю, ну, вот так, конечно, мы не знаем, как ее эксплуатировали, конечно же, это всегда иск с рук, когда берешь автомобиль, ну, поживем, увидим, посмотрим, пока вроде бы все нормально, конечно, она нашпигована всякой электроникой, вот, будем разбираться, Алешка, я думаю, осилит это все, потому что, ну, он разбирается в технике, я думаю, в электронике тоже разберется, инструкции всего на русском языке, в интернете все можно найти, как бы, с этим проблем нет, вот, вот только неизвестно, как они там, до нас эксплуатировали автомобиль, вот это под вопросом, ну, вот пока вылезло что-то, вот починили, как бы, еще ничего такого серьезного, все нормально, как бы, это расходники, все хорошо, они там все серьезно, вот, потому что проверяли с отцом на эстакаду, перед тем, не эстакаду, а в яму возили машину, перед покупкой, смотрели ее там, тестировали там, отец своим взглядом, потому что он автомобиль всегда чинил сам, единственный, вот, раз он бампер красил, сдавал, а так он все сам, как бы, бортинженер, с самолетами, имел дело, с техникой, он вообще на ты, разбирается, поэтому, своим взглядом взглянул, и говорит, вроде ничего, ну, пробег за насос, белый, ну, невозможно заглянуть в машину, все просмотреть, так потихоньку, может, что-нибудь еще и вылезет, но, пока все нормально, дай бог, чтобы она ездила, все хорошо, вот, и вот мы сейчас планируем еще и поехать в ГАИ, нам надо, в ГАИ показать, ну, осмотр, чтобы сделали, перед постановкой на учет, так что, вот, такие дела, так, родители вчера ездили за грибами, мама мне дала маслят, вот, я их почистила, порезала, сейчас буду жарить рыжики, немножечко, и я сейчас отдельно буду рыжики, от маслят жарить, так, луковицы, почему отдельно, вообще, можно было, наверное, вместе, но, вот, я не люблю маслят, я их вообще не ем, с детства не люблю, для меня это, что-то такое неприятное, не знаю, не люблю маслята, а вот рыжики, я люблю жареные, соленые, всякие, вот, сейчас отдельно пожарю рыжики, и отдельно маслят, Лешка маслята любит, а я, 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 к ним равнодушна, вот, вознисти немного, так что, рыжики, конечно, красиволешные, правда, они в холодильнике у меня лежали, немножко почернели, вот, сейчас их пожарим, и с картошечкой, которую мы с Иркутской привезли, и будем кушать, с Иркутской привезли вкусняшки, сейчас я вам насоветую, мне очень понравились вот такие вот чипсы, продаются они в слатье, вот это все тоже, все в слатье было куплено, вот это я точно не знаю, в каком магазине, потому что меня угостили, значит, смотрите, это чипсы с натуральным составом, здесь ламинария базилик, здесь ламинария перчик чили, сейчас я покажу, как они выглядят, так, знаете, похрумка что-нибудь, прикольно, как перекус, вот так вот они выглядят, чипсы, свекла с базиликом, очень вкусно, состав очень хороший, вот смотрите, состав, состав, свекла, семена, ламинария базилик, соль, все, больше чего нету, ну и тут тоже состав, перец, чили, кумин, соль, паприка, прикольно, ну любители, конечно, мне понравились, так, тут теперь, вот такой вот риет из тунца, есть еще с луком и с васаби, и с чем-то там еще есть, забыла, фирма вот такая вот, выкладывала в инстаграм, вкуснятина, вот прям, послевкусие, прям обалденный, вот после этих чипсов, в инстаграм выкладывала, одна моя подписчица, Настя, по-моему, написала мне, что есть еще эти риет с лососем, с лососем и творогом, и с чем-то еще, с лососем, в общем, есть еще, тунец и лосось, а, из кумбрии еще есть, ну вот, я хочу попробовать все с лососем, у нас в Улан-Удэ, я посмотрела, мне одна тоже девушка подписчица, скинула, что есть спутники такие, риеты, вот если найдете, берите, не пожалеете, безумно вкусно, состав отличный, прям кусочки, тонцан, что тут сказать, вообще вкуснятина, неимоверная, на брускеты делать, на завтрак, это прям офигенно, девчонки, дальше, конфеты, оказалось, что у нас тоже такие конфеты есть, я зашла в, недалеко от дома, в магазин, со сладостями, и вот такие вот конфеты, там я увидела, вот таких вот не было, а вот эти были, значит, это мультизлаковая конфета, есть, значит, с грецким орехом, и семенами кунжута, у нас, улан-Удэ, может где-то еще есть, вот все остальные виды, но мне не попались, попались только вот эти две, в Иркутске же я сразу налетела, вот этих не было, были вот эти, с грецким орехом, с миндалем, и с цельным кешью, еще я искала пастилу, вот пастилу я, к сожалению, не нашла, в магазине с конфетами, нашла вот, что-то вот такое, но там получают чернослив, сверху глазурь, шоколадная, есть еще с абрикосом, я вот так потрогала, смотрю прямоугольником, мне показалось, что там пластинками, быстро, когда в магазине щупала, но нет, оказалось, что это просто, ну не мякоть, а кусочками нарезанной, чернослив, шоколаде, но вот эти вот конфеты, прям рекомендую, если попадутся на глаза, попробуйте, очень вкусные, там цельные прям орешки, здесь два цельных орешка миндаля, здесь один кешью, здесь перемешку, с кунжутом все, и сверху здесь грецкий орех, ну там половинка, вот такая вот долька маленькая, вот, ну вкусно очень, вот это вот, когда съедаешь, ну начинаешь жевать, так очень как будто жуешь конфету Рафаэла, очень вкусно, на самом деле они злаковые какие-то, там, сейчас скажу внутри что, состав какой сейчас озвучу вам, состав крупа пшеничная, кукурузная, что-то еще овсяная, сахар еще есть, конечно же, ну и заменители какао, там ла-ла-ла, конечно не супер натурально, но безумно вкусно, вот знаете, конфета обалденная, она прямо из массы такой слеплена, прям советую, рекомендую, попробуйте, я прям подсела, теперь только эти конфеты покупать буду, говорят еще в фикс прайсе есть, Арина мне сказала, что в фикс прайсе за 70 рублей, подобные мультизлаковые какие-то продаются, в общем, надо глянуть, вот, эти вкусные, прям очень, очень вкусные, я еще пастилу еще, пластинками, конфетками, я знаю, что на Валберес есть, пластинками, но у нас в магазинах не выпадаются, пластинками и без сахара, классная штука, знаете, чай попить, прикольно, всем привет, всем привет, всем привет, в машине едем, все нормально, как бы только сели, едем на предучетный осмотр в ГАИ, потому что когда гараж закрывают, не знаю, кто поедет за рулем, или я, или вон, посмотрим, документы все взяли, вроде, единственное, знаете, что запах бензина, надо выветривать, выветривать как-то, потому что, когда делали, этот самый, насос, видимо, где-то муж капнули, или, ну, короче, воняет бензин, проветрить маленчик, папка соль на законе, там у тебя это, да, ты поедешь, или я поеду, я не знаю, может я поеду, ты поедешь, не сиди, ладно, я поеду, я поеду, ты привык, я не отщу, капец, очередь, там еще парковочная, такая большая, большая парковочная площадка, вместо парковочная, все туда, демосмотр идет уже, ну, Винкот смотрит там, документы сверяют ее, совпадают или нет, и все, там буквально пять минут делов, машин видишь, много, смотрите, какой песик сидит, тут машина, такие ушки у него классные, что-то он так засмотрелся, на вот этого парня в машине, прям сидит около него, прям так, выглядывает, все, а, это она, ничего себе, так, стоим, это все, на осмотр, чик-чик-чик-чик-чик, чик-чик, стоим, еще сзади нас, люди там стоят, вот, циркутская тоже машина пригнали, без пробежная, по России, японская, Элион, классная машинка, красивая, внутри, бежевый салон такой, очень, будет, видеть целую кучу, все, дали бумажку, 30 дней сказали, действительно, месяц, ну, у нас запись, через неделю, да, у нас все по плану, у нас все по плану, все нормально, вот, до дома уедем, но я вроде бы уже более-менее привыкла, только, единственное, что, зад я не чувствую машину, то есть, она крупная такая, ну, как-то, только на газ надавишь, она сразу, шшш, летит, прям, как это, как, не, как, не знаю, как, как самолет, да, самолет, не знаю, чем сравнить, просто, как самолет, реально, чуть надавишь, на тормоз, сразу, восстанавливается, да, но летит, конечно, она на трассе супер, то есть, только ее раз, она разгоняется, конечно, небо-земля, ну, 2,5-3 лета, что-то хотела, давай, класс, прошли мы в Ченден, собираемся к школе, взяли,